всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения с вами рэй мы продолжаем играть черепашки ниндзя легенды до давненько меня ребята не было но болею болею со спиной проблемы с почками проблемой короче пока лечимся сдаем анализы ни черта не известно известно только что две грыжи в позвоночнике анализом и я опять где-то прозевакали они понимаешь ну я уже к тому привык поэтому завтра пойду опять все заново сдавать с утречка но ладно это не суть ребят суть в том что мы очень сильно очень сильно отстаём ну прям вообще ребят я даже не помню это же не то что не помню я уже и забыл какой день недели сегодня четверг пятница суббота воскресенье а мы сейчас глядем а у нас сегодня друзья мои четверг 7 число но что я могу сказать четверг 7 число если есть ребят я буду не переставая играть то есть каждый день то мы в принципе в лигу мастеров ты выйдем три звезды но здесь немножко в другом проблема ребят во первых я очень много игр пропустил по прохождению это например саша ну да например это игра на стиквар легаси я ребят зашел посмотрел блин там уже столько уровней прозевакал ладно потом что у нас еще идет слушай да много что дина бэш давно не снимал но потому что ребята видите заболела до заболевания тренировки тренировки я после тренировок как выжатый лимон так что я надеюсь вы меня поймете надеюсь у нас все восстановится в прежнем режиме я думаю что это будет где-то уже после нового года скорее всего это в лучшем случае вот а пока я буду так друзья мои на лате но серьезно говорю очень хреново себя чувствую какая-то слабость вот наверное все таки слабость вот не дает ребята мне чё-то записывать ну как бы без настроения играть но сам понимаешь это лучше не играть чем так играть ну вот поэтому друзья мои может быть восстановлюсь как говорится и продолжим с прежним так сказать энтузиазмом буду на это надеяться так ну что же а пока черепашки ребята пока черепашки у нас и ну куда ты лезешь левому куда ну чё ну что ты делаешь то паршивец ты такие так ну а ты куда в индийс ушел уходит он ладно в индийс так у нас ребята четверг значит у нас блин а у нас события то получается еще не открытый недоступный то есть у нас получается только арена и все да плохо ну как плохо мне в принципе и арены хватает сейчас за глаза вот потом я наверно не знаю в драконы садники олуха время блин 10 часов вечера завтра рано с утра им не идти сдавать кровь ну короче анализы все поэтому сегодня посидим недолго хотя в планах ребята сегодня я хотел и вообще хотел сегодня ребята стрим провести по растениям против зомби героя но что-то так у меня руки и не добрались до нее да там уже ребята все там скоро конец сезона будет я уже не успею в любом случае выйти высшую лигу на 50 ранг единственное что может быть попробовать 40 взять но не уверен в этом сейчас вот думаю какую бы мне игру до пройти на втором канале потому что санаби я прошел last фейд прошел тут в комментариях писал мне один браток рэй когда ты будешь играть в вампиров вампир сурьерс и кстати там будет ребята скоро обновление в этой игре там добавить новых персонажей знаешь кого вот эти вот как он называет за грета амонгус амонгус или чё-то такое помощь эти маленькие пришельцы вот их суда в игру всунут в сунут так что надо будет посмотреть и 15 новых видов оружия там будет добавлено это будет как dlc так мы шо именно ребята пока вроде бы все идет пучком все рачком все прекрасно 47 против 56 в принципе думаю также замечательных сможем разобрать давай сделаем так так оглушение получил теперь давай-ка мы осколки это так у нас ну может быть лево попробовать убрать да уж уберешь ты его ну вот смотрите ребята 56 уровень да у них 47 я не могу их разобрать мне приходится пинать пинать и пинать ну как так то друзья ну как так здесь блин мне еще локоть черт подери болит блин все время на этом столе елозишь этим локтем и уже натер а на тренировке сегодня не сегодня вообще ходил ну чё мне локоть такой красный к зеркалу подошел поближе ё-моё я я его практически натер до такой степени что уже там кожа начала отваливаться то есть до мяса блин ну не до мяса конечно ну ты понял короче я кожу натер она такая стала я ее начал теребулькать и она потихоньку начала отрываться превращаемся в зомби короче кожа урея начала отрываться чё чё несет ой ё-моё я думаю что ты понял да просто шелушиться начал от того чтобы постоянно вот мы точнее я на этом столе локтем блин а стол еще такой знаешь как-то сказать совдеповский лаком покрытый лак потресканный и вот эти вот микротрещины блин локтем туда-сюда как по наждачке зачем я вам это говорю блин я сам не знаю кому-то как будто вам это интересно блин слушать вам интересно слушать какие-то советы по игре но я уже не я уже не знаю ребят какие вам дать советы по игре в черепашках ниндзя легенды потому что ну за я не знаю почти за 2000 серий ребят у нас какие почти вот что-то опять при плясуешь какие 2000 1000 серий снял уже 2000 что это все уже досконально ребята было проверено единственное что вот загадка для меня до сих пор остается это почему тут все идет рандомно ну почему почему нет какой-то закономерности если например тоже самым strike force как ни крути ребята но там все-таки есть закономерность то есть если ты берешь команду у которой идет синергия то естественно она может выиграть даже несмотря на то что она идет слабее чем например та команда которую ты играешь но она может тебе выиграть за счет того что у нее будет синергия не буду пополнять и таким образом чем когда у тебя будет разносол какой-то находиться здесь же друзья мои такого нету даже если я возьму группу черепашек там да или там не знаю там группу шреддерф или еще такой ровным счетом ничего не поменяется понимаешь она как есть так и было кстати помнишь мы давным-давно играли в баунт игра такая была как-то баунт черт я название сейчас я не вспомню вот так как я в нее играл и у меня там ребят подписка была в этой игре и у меня до сих пор вот сколько уже лет я в нее не играю а у мне все приходит сообщение каждый месяц там естественно ребята новые обновления думаю может быть в нее как-то вернуться и поиграть баунт сонар или четко такое название у нее или же или же а что иди же ну и чё рейс вспоминаю что хотел сказать блин сбили меня блин посмотрел на эти бутылочки ну тут просто ребята у меня на столе так как я понимаешь у меня вот такой вот есть не знаю это проблема не проблема есть я чем-то начинаю заниматься например я сейчас пошел в зал да в тренажер у меня на столе стоит креатин бцишки протеин все это стоит блин на столе и очень много витаминов всяких если например там занимаюсь там боксом или еще чем-то у меня сразу же появляется груша перчатки груш еще не короче такое знаешь и самое удивительное что это может быть даже ненадолго это знаешь как мимолетное влечение но это мимолетное влечение ребята стоит колоссальных вкладов то есть западом спортивное питание стоит прилично тем более если берешь импортные но импортная в данном и меня можно конечно найти американского производства ребята но я посмотрел там есть и польская и вен и венгерская то есть аналоги можно найти по цена качества а не то что как я раньше любитель opti nutrition я как глянул у него ценник час двухкилограммовая банка 7000 рублей ты представляешь двухкилограммовая банка 7000 рублей opti nutrition ну это спортивное питание по-моему в атланте делается в канаде точно не скажу вам в атланте или да по-моему все таки в канаде или нет нет ну не в австрии точно в канаде или в атланте блин ладно не буду это и значит что с америки она ремет вот и так как у нас сейчас ну ты сам понимаешь все это запрещено вывоз ввоз они начинают делать ребрендинг ну как ребрендинг они даже самая продукция только лишь менять название вот и также в принципе можно здесь это все приобрести в принципе за недорогую цену но если что ребят нужно понять с какой фирмы хотя мне кажется они не будут менять зачем им это все делать потому что ребята у них и так клиентуры хватает компания кстати вот opti nutrition и компания флэкс такие вот довольно известный или этот анималс тоже довольно неплохая так ну что ты руку защиту сделаны на тебе так что будем ребята дальше плюс еще вот эти тренировки меня просто ребята утомили может быть даже перетренированность пошла потому что но как зверь с цепи сорвался я же вам помните давно говорил что что-то залежался засиделся надо бы сходить размяться что ты так резко начал разминаться может быть на этой почве ребята с что-то и повредил себе может быть подтянул я не знаю мышцы или еще что-то что почку прихватила или почки нет ну почку с одной стороны вот у меня слева и болит я сегодня ходил за этот он говорит ну у тебя грыжи две грыжи говорит межпозвоночной может быть отдает игру так отдавать должно в ногу в ногу должно давать почему в почку то говорю отдает блин я говорю давайте мне какие-нибудь анализы я говорю я не успокоюсь вот она медала узи будет а мрт я говорю так мрт у нас нет мрт мне надо говорю ехать в другой город блин нас в городе нету мрт блин вот туда ехать это 100 километров ребят ну как бы нужно найти машину у меня своей машины нету нужно найти машину а на попутках да ну его нафиг туда ехать на этих попутках очень нужно еще время естественно потому что туда ты приедешь утром даже предположим вечером только оттуда выйдешь в общем один весь день на смарку я решил так сейчас мы посмотрим что у нас будет по анализам по крови пони почеренка не не почеренка как там я не помню такой вот и если что-то будет непонятно конечно я буду соглашаться на мрт ехать уже делать полный анализ полный разборка говорится ну тогда я поеду не только с почками я и проверю шейный хондрос я проверю пастичный хондрос проверим эти грыжи хочу проверить камни камни в желчном где-то у меня еще могут быть они я даже не знаю в почках может быть посмотрим в общем обследуется хорошо чтобы ехать уже комплексно не ради какой-то там одной болячки может посмотрим вены на ногах нет ли там варикозного расширения или что-нибудь в этом роде то есть можно сосуды головного мозга тоже глянуть заодно потому что у нас это ребята по дмс у нас это оплачивает наша работодатель вот так что ну там посмотрим уже сейчас ничего пока загадывать не буду сейчас надо привести себя как-то в порядок собраться с силами которых у меня нету вот и продолжать бомбить вражины зачем сейчас вот в данный момент захотелось выпить критичку а почему ты спросишь хочешь ты выпить критичку потому что ребята он вкусный я взял малиновый креатин он черт подери меня не значит бодрит меня как-то плюс тут еще есть коллаген коллаген у нас это идет это тоже самый протеин чего там свистеть коллаген белок это все одно и то же просто так пить воду мне как бы не хота креатину в то же время и полезен да и вкусненькая так скажем нашел себе развлечение блин пить креатив как коктейль так ладно давай бомбить наверно многие слушают и не понимают какой креатив чё он несет чем заелись на ребята лучше вы в этом не вникайте что это говорю в полусонном состоянии если честно я уже практически засыпал но тут решил думаю нет надо что-то все-таки заснять причем ребята и игры 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 блин короче штуки три или четыре у меня лежит это и для второго канала это полное прохождение санаби и для этого то есть у меня снято что у меня снята зуби кетчер и снят страйк форс ну естественно вы уже это ребят посмотрите нами на тот момент когда я уже выложит то есть начали выложите видосы потом только этот поэтому что я вам сейчас буду говорить это уже для вас будет не новинка так маги еще говорили поиграть в growcastle ну что ребята в груcastle я зашел да я восстановил аккаунт свой можно в принципе попробовать учет у меня там что-то мне там дрючат как-то я уже вам говорил блин столько лет игре она тем более маленькая блин ну не могли до сих пор и перевести не понимаю я в чем проблема перевести как-то маленькую вшивенькую игру у нас по ходу дела друзья последний поединок давай мы тогда сделаем вот так вот подожди вот так маузеры сами по себе справиться поверь мне да пью креатиновый коктейль через соломинку круто в чем могу сказать как истинный коктейль такса ну что здесь победили и ну я не знаю ребят лига сегунов две звезды то есть мы можем завтра будет до лиги сегунов 3 звезды добраться а там уже и до лиги мастеров рукой будет падать у нас так всегда до рукой будет можно падать и в конце почему-то мы нифига не подаем а жопу только рвел он сейчас одного удара ребят всех завалит только баллов я не получил кубки я не получил потому что он здесь один 71 переходим на 70 на на 69 так ну что здесь все ребята давайте посмотрим вот тут серии испытаний серии испытаний будет довольно легкой потому что я беру ребята где четыре черепашки у нас который разбирается с полтычка были здесь одна волна ну давай вот так вот сделаем теперь маузеры бомбанут хорошечно может даже кто-то упадет упали ребята трое из четверых практически 90 процентов рухнуло сразу же так ну что здесь мы выполнили ну и теперь погнали значит нам нужно сразиться в боях а мы собой прокачиваем насколько ты помнишь алла пекс вот мы его лап 81 подняли и ищем так значит нам нужно найти две куклы дарума как ты понимаешь не все так просто не выходит друзья мои так раз да чтоб тебе ты посмотри я не могу вот вторая кукла только лишь вторая кукла ребят 8 биноклей теперь а с биноклями по-моему ребят беда у нас до беда у нас беда то с биноклем то с отслеживающим устройством они друг друга стоит 8 да так у нас уже две все и пицца кончился этом два бинокля и все нашел здорово да далеко конечно не уйдешь такими темпами так видно зато по баксам у нас 1000 баксов есть это хорошо это задел на будущее здесь что вдруг мы с тобой будем оттуда брать резервы и тратить а здесь да ребят здесь пока о кому-то повезет кто-то будет ребята зарабатывать осколки на супер шредера крутой чувак поверь мне так что обязательно фармить его обязательно ребят если хотите в этой игре без доната и без его ну что-то весить что-то себя представлять ну что друзья вот такого на сегодня коротенькая серия получилась но в этой серии по крайней мере я вам объяснил те аспекты что со мной происходит почему видосиков сейчас мало и немножечко как бы заглянули наперед на этом будем закругляться всем удачи и до новых скорых видосиков